Добрый вечер. Ну, началась, наверное, с детства. Все лето я проводил на даче. Правда, сначала была ботаника. Ставил опыты над растениями, занимался селекцией. Ну, а потом начались насекомые. Собирал коллекцию насекомых. Когда пришел в институт, на первом курсе познакомился с потрясающим человеком, Мариной Владимировной Подболоцкой. К сожалению, сейчас с нами нет. Но этот человек дал мне какой-то заряд, который я дальше несу. Виталий, название работы, за которую вы получили награду, мне, к сожалению, произнести по памяти не удастся. Я зачитаю. Не изученные аспекты биологического разнообразия, распространение биологии и филеогеография, наиболее редких видов беспозвоночных животных. Филеогеография. Беспозвоночных животных. Вот такое сложное название. Ну, а нам, людям несведущим, расскажите, в чем ценности вашей работы? Ну, главная наша задача — сохранить биоразнообразие на нашей планете. Вот. Но у нас принято охранять уссурийских тигров, белых медведей. Но на самом деле не менее важно защищать и беспозвоночных животных. Хоть они не так заметны, но в экосистемах они играют большую роль, чем, там, тигры или белые медведи. И моя работа была направлена на то, чтобы собрать как можно больше информации о вот этих редких, уникальных животных. То есть действительно беспозвоночных нужно защищать? Да. А каковы способы? Способов достаточно много, они разные. Но самый главный способ — это сохранение естественных биотопов. То есть там это уссурийских тигров нужно защищать, каждый особь, а здесь нужно окружающую среду защищать. Только таким способом можно сохранить виды. Виталий, а что роднит насекомых и людей? Есть ли что-то общее? Наверное, есть. У многих насекомых, как и у людей, существует социальная структура. Например, шмели, муравьи. У них тоже есть царь, царица, как в монархии. Рабочие, военные, солдаты. Мы говорим сегодня об алкоголизме, алкоголизации. А насекомые страдают какими-то зависимостями? Да, у насекомых тоже есть зависимости. Например, муравьи некоторые виды страдают наркоманией. Есть вид гриба, который даёт наркотик муравьям. И в конечном итоге они, конечно, заканчивают не очень хорошо. Весь муравейник начинает подчиняться вот этому грибу. И за вот эту ничтожную дозу наркотика... Вот как и у людей, всё заканчивается плохо. Они обеспечивают жизнь этого гриба, становятся его рабами. У бабочек, например, вообще алкоголизм. Они высшие разноусые бабочки, ночные. Они прилетают на разлагающиеся фрукты, в которых повышенное содержание спирта. И пьют сок, таким образом получая свою дозу. Многие бабочки летят на пиво забродившее, вино красное. От чего зависит, какая-то особь страдает, какая-то нет? Такие же, как люди, кто-то слабые, кто-то сильные. Нет, тут видовая специфичность. Некоторые виды летят, некоторые виды не летят. Некоторые виды бабочек во взрослом состоянии не питаются вообще. Питаются только гусеницы. Возвращаясь всё-таки к людям, у которых есть сила воли. Как вы считаете, что может помочь человеку не впасть в эту зависимость или излечиться от неё? Ну, это сложный вопрос. Скорее всего, надо увлекаться чем-то. И вот у меня, например, просто даже нет времени, чтобы употреблять или даже попробовать. Я с утра до вечера работаю в музее. Это очень интересно. Занимает всё силы, время. Ну и, по крайней мере, я не жалею. То есть найти своё дело, найти себя вне вот этих ужасных зависимостей, ужасных привычек. Да. А что бы вы посоветовали молодёжи, молодым людям, девушкам, которые ищут ещё пока себя, ещё не нашли своё дело? Как им определиться? Вот у вас такая интересная, да? Вы выбрали очень интересное дело. Далеко не все его выбирают, это направление. А как найти, как найти вот именно себя? Нужно пробовать. Тут других вариантов нет. Нужно пробовать, искать то, что действительно нравится, и заниматься обязательно только тем, что нравится. Потому что, ну, ходить на работу только там ради денег или чего-то ещё, ну, по-моему, это бессмысленно. А когда занимаешься любимым делом и на работу ходишь как на праздник, это счастье. Ну, и как поощрение за эту работу? Различная награда, вот эта награда была, наверное, далеко не первой, да, в вашей жизни? Ну, наверное, такого уровня это всё-таки первая награда, да, очень почётная медаль. Ну, и каково себя осознавать всё-таки уже в таком молодом возрасте отмеченным высокими наградами? Ну, приятно, но надо работать дальше. Стремиться дальше. Какие мечты? Стремиться дальше. Мечты, ну, наверное, экспедиции, найти новые виды бабочек. До сих пор их описывают. Вот, ну, будем надеяться, что тоже удастся. Далее, я думаю, вы послушаете примером для многих телезрителей. Очень было приятно видеть вас в студии. Спасибо большое за беседу. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.